Всем привет! Компания Wizzr стремительной звездой слетела на небосклон портативного аудио, выкатив две интересных модели A15 и A15 Pro, в которых они сумели соединить достаточно весьма доступную цену, хорошее качество звука и неплохой комплект поставки. Но их на этом пути ожидал подводный камень в виде не очень хороших mcx коннекторов. Они наглотались брака и решили начать с чистого листа, разработав и выпустив еще одну модель, которую они назвали AHE03, или по традиции давать условные имена, назвали они ее Kylen. На этот раз это, ну скажем, традиционные по схеме гибриды, один динамический излучатель и сдвоенный арматорный. Ценник у них немножечко подрос, стоят они где-то 11 тысяч рублей. Ну, кстати, в магазине Patifon, используя в качестве промокода мою фамилию, так как написано в описании к этому видео, вы можете получить 5% скидку. Мелочь, но приятно. Давайте же смотреть на новинку подробнее. Упаковка традиционно сделана пафосно, внутренняя коробка из черного картона. К ней сейчас перейдем. Внешняя белая супер обложка, очень красивая. Сзади напечатано принципиальное внутреннее устройство этих наушников. Ну и основные характеристики. 10-мм динамический драйвер, спаренник от Knowles, без кислородного меди, посеребренный кабель якобы. 12 Гц, 40 кГц диапазон частот. Что тут? 1% гармонических искажений, 28 Ом випеданса. В общем, неплохие характеристики. Ну, разумеется, нас больше всего интересует содержимое основной коробочки. Наушники. Такой вот черный красивый плотный картон. Тут даже есть металлическая табличка с серийным номером. То есть, все на полном сурьезе. Под низом находится провод и такой очень красивый круглый чехол. У нем три пары силиконовых насадок и две пары пенок. Видите, комплект поставки они все-таки немного упростили. Отказались от странных излишеств вроде медиатора. Хотя насадок, в принципе, в комплекте все-таки могли бы насыпать чуть больше. Насадки не так дороги, чтобы на них экономить. Но, с другой стороны, в общем-то, что еще надо, кроме основных трех пар силиконок. По качеству сборки новые гибриды получились вообще непрекращающейся эротикой и сплошным секосом. Даже на фоне весьма неплохих A15 и A15 Pro, H-E03 выглядит огромным шагом вперед. И в целом, я думаю, даже флагманские производители с удовольствием бы включили в свою линейку что-нибудь такое. Я даже не уверен, передает ли полностью камера это все. Но с материалами они поработали отлично. Тут на фейсплейтах есть продольная такая вот текстура, повторяющая их форму. Логотип сделан выступающим, такая металлическая вставка. Качество сборки очень хорошее, несмотря на то, что тут видно шов, конечно, но он абсолютно гладко сделан. Все подогнано, все собрано. И что отдельно радует, они поработали с формой. Видите, на самом деле наушники достаточно компактные и они сужаются в той части, которая входит в ухо. И поэтому звуковод заходит достаточно глубоко в канал и обеспечивает звукоизоляцию даже чуть выше средней. Поэтому в целом носятся наушники комфортно и, наверное, подойдут обладателям большинства ушей. Прямо за всех сказать могу, но, наверное, большинство они все-таки подойдут. Продуманная очень форма аккуратная. Видите, как сделана работа с формой. Тут плавный переход с закрулением, а тут более четко эта часть под сокет сделана. В общем, надеюсь, что их качество со временем будет таким же неплохим, как их дизайн выглядит на первый взгляд. Простите, не сразу сходу получается мысль сформулировать. У звуковода есть защитная сеточка и есть выступ удерживающей насадки. После пары случаев, когда насадки оставались у меня в ухе, я стал к подобным мелочам относиться внимательно. Так, вот одна насадочка, ну и вторая насадка для симметрии, чтобы было. Так, это у нас левое ухо, поэтому левый проводок для него найдем. Вот. Кабель выглядит, конечно, очень ярко, эффектно и позитивно. Хотя, на самом деле, чуть-чуть вперед забегая, по звуку его бы стоило поменять. Используются двухпиновые коннекторы, модные последнее время, с утопленными пинами самими и немного выступающим сокетом. Подойдут, в принципе, любые двухпиновые коннекторы, но те, у которых пины находятся на большом выступе, они будут смотреться неаккуратно и, возможно, даже, возможно, наверное, перелом коннекторов. Так, фиксируется хорошо. Хочется верить, что служить они будут лучше, чем MMCX. Ну, наверное, не только на моей вере одноэтажное основано. В целом, двухпиновые коннекторы все-таки понадежнее. Провод очень красивый, видите, заушено, сформировано, правда, без эффекта памяти, но все равно. Металлическая вставка, такая вот золотисто-серебристая, такое золотистое плетение. Идет до блока разветвителя. Есть ползунок для регулировки под подбородком и от разветвителя уже идет четыре провода. Он свитый вниз до самого штекера. Штекер сделан угловым, но достаточно длинный. В общем, провод тоже очень неплохой, мягкий, почти не шумит. Микрофонового эффекта нет благодаря заушинам. Во многом, я думаю, на холоде не твердеет, мало склонен к запутанию. В общем, по внешним характеристикам проводок отличный. По дизайну и удобству ношения наушники тоже получились более чем отличные. Тут, скажем, явно дороже своего уровня они выглядят и носятся. Ну и, конечно же, о звуке. Я на самом деле ожидал чего-то вроде A15 Pro, может быть, с большей детальностью за счет арматорных излучателей, но по факту оказалось, что визор, в принципе, совсем по-другому перекроили подачу и звук, и получилась совершенно непохожая модель. Давайте положу плеер для иллюстрации, который у нас будет сегодня символизировать. И поговорим о звуке. В общем, по АЧХ они получились почти что нейтральными, да весьма ровная частотка у них, с небольшими акцентами на низких и высоких частотах. И, в общем-то, наушники получились по манере ровные и даже не знаю, как их охарактеризовать. Я бы их назвал нейтральными, но на самом деле это такая чуть-чуть другая, чуть-чуть другой вид нейтральности. Они не уходят в микродетальность, они просто нейтральные, но без акцентирования микроконтрастов, без акцента на верхних частотах, придающего эффект псевдодетальности. В общем, наушники, наверное, такие ориентированы в первую очередь на средние частоты, но и с неплохой подложкой на низких частотах. Что это нам дает в плане жанров и всего остального, скажу ближе к концу. Так вот, бас тут динамический, но достаточно скоростной. Он чуть-чуть акцентирован, но немного, поэтому наушники не басхедные. У низких частот тут неплохая упругость, ударность, плотность, есть раскатистость. Ну, в общем, все, чего ожидаешь, но при этом они количественно не акцентированы, и за счет этого звучат достаточно натурально и естественно. В общем, низкие частоты тут, наверное, не для электронной музыки, не для любителей массажа барабанных перепонок, а для натуральных и естественных жанров они тут весьма хороши. Хотя на самом деле умную электронную музыку тоже вполне себе можно слушать. Глубина хорошая, хотя и не запредельная. В целом контролируются низкие частоты на всей протяженности и не наползают на средние частоты. Да, я же всегда привожу иллюстрации какие-то по звуку, и вот в качестве иллюстрации по по низким частотам вот запись Alexis Cole and we got fun. Очень хороший вариант классического джазового стандарта. Тут есть сопровождение контрапасса, очень хорошо прописанная, оттененная вокалом Alexis. И вот эти наушники это отыгрывает действительно очень хорошо. Средние частоты тут тоже нейтральные, не окрашены. Они чуть-чуть, как сказать, на фоне приподнятых низких и высоких частот, они чуть-чуть ниже находятся, но при этом на самом деле вот это благодаря особенностям человеческого слуха, тут нет эффекта проваленности середины. И вот что особенно хорошо удалось визорам, это согласование драйверов. В принципе, если не знать, что это гибриды, их вполне можно принять за очень хорошую динамо. Кстати, даже не знаю, как у них тут настроен кроссовер, где находится частота среза, потому что ее вообще невозможно заметить. И, в принципе, это хороший знак для китайского наушникостроения. Середина тут обладает хорошей весомостью, сбалансированностью, они не супер микродетальные, им больше удается макродетальность, но при этом уровень детализации, конечно, очень неплохой. Вообще, в принципе, середина тут, наверное, самая эффектная, они очень живые, очень детальные. На верхней середине и на нижних СЧ есть небольшой подъем, который добавляет всему эффектности и эмоций. По воображаемой сцене наушники где-то средние, в ширину и в глубину, они не самые объемные, но и при этом не замкнутые, не клаустрофобичные по подаче. В качестве примера возьмем балладу Dream Theater из одного из самых знаменитых альбомов. В общем-то, название, я думаю, видно на экране хорошо, вполне. Очень хорошо прописана середина, вокал тут все действительно детальное, много нужно детализации, хорошее разделение планов и вот все это визоры тоже отыгрывают. И вот по верхним частотам это самая, наверное, их как противоречивая часть или как это назвать. На нижней половине верхних частот у них есть небольшой подъем, который добавляет детальности и всего остального, но после четырех килогерц у них аккуратно и тщательно задавлена вся область цибилянтов. И с одной стороны наушники получаются очень комфортными по подаче, с другой стороны местами верхних частот им не хватает. То есть то, что попадает в нижнюю половину ВЧ звучит эффектно, детально и с хорошим разрешением и неплохой естественностью, а вот то, что попадает в верхнюю, скажем даже не верхнюю, а в середину верхних частот, ему не хватает присутствия, иногда не хватает всего этого. И вот больше всего это заметно, наушникам не хватает агрессии и драйва. Иногда, когда нужно играть агрессивно и они играют мягко. И это, пожалуй, их, наверное, основная проблема. Все остальное можно было бы списать на особенности подачи. А при этом после до десяти килогерцах снова сделан подъем и дальше. При этом у наушников хорошо проработаны верхние ВЧ. И это действительно может быть не идеально, но нормально. И это необычно для этого ценового сегмента. Поэтому там есть уже и обертона и затухание. И, в общем-то, получилась такая очень необычная АЧХ по подаче наушников. Поэтому, в первую очередь, я бы их рекомендовал для любителей, ну, скажем, того, что я называю серьезной музыкой. То есть какие-то джаз, вокал, инструментальные записи, блюзовые записи, хорошая классика и так далее. Более-менее они подходят для классического рока, для хард-рока, для не сильно брутальных стилей металла. Ну, там тоже все зависит уже от записи, мастеринга и сведения. На брутальном тяже им просто не хватает агрессии, потому что нужна более агрессивная подача. Ну и, в принципе, наверное, для тупой попсы электронной музыки им просто не хватает большего акцента на низких частотах. Так что, в общем-то, наушники, наверное, не универсальные, но очень интересные для оценителей серьезных записей. Ну и, в общем-то, для тех, кто не любит верхние частоты, не любит сибиллианты и резкость в области сибиллиантов, они тоже очень хорошо подходят. По сравнениям я, в принципе, глубоко вдаваться в подробности не буду. В целом, на ум приходит одна, не сопоставимая, а, скажем, одна модель, с которой хочется сравнивать, это, несмотря на название, Hi-Fi Boy OS V3. 150 примерно долларов стоит. Тоже трехдрайверные гибриды, но при этом немного по-другому отюрингованные. У них чуть более протяженные ВЧ, то есть на ВЧ лучше Hi-Fi Boy, на середине визеры заметно лучше, а низкие частоты у них примерно одинаковые, но при этом у Hi-Fi Boy они чуть более акцентированные и чуть глубже, а вот у визеров они немного более естественные. Если говорить, допустим, сравнивать их с A15 Pro, то тут налицо совершенно другая подача. У A15 Pro приподнята верхняя середина, акцентированно заметно, тут акцент этот меньше. И, в общем-то, у A15 Pro чуть протяженнее вверх, вернее, не чуть протяженнее, а чуть агрессивнее верхние частоты подаются. На самом деле, в данной ценовой категории наушников много, но любой выбор из серии А как эти наушники по сравнению с чем-то другим определяются абсолютно субъективным вкусом, потому что, в общем-то, Kylen получились не совсем похожими на массовые модели. Так что, в общем, интересные наушники для тех, кто любит подачу акцентированную на средних частотах, для тех, кто не любит верхние частоты, но и для тех, кто хочет что-нибудь стильное. Спасибо за внимание.